Я бы хотел обсудить понятие, которое до недавнего времени даже понятием нельзя было считать, но сейчас, мне кажется, его стоит так воспринимать. Это понятие «стихия». Оно нам известно, по крайней мере, в двух вариантах. Первый вариант – это такой естественный, общечеловеческий, когда мы сталкиваемся со стихиями в повседневной жизни, так или иначе, будь то наводнение, землетрясение, или просто когда у вас залили квартиру, или вдруг ударили холода. Другое понимание. Оно идет из античности. Я бы сказал, что стихии – это то, что не осталось в современной философии в качестве понятия, хотя и Платон, и Аристотель по-своему их описывали. Это то, что по-гречески называлось «стихия» или «буква». Это первый элемент мира. Сейчас, когда мы говорим о греческих первоэлементах, об огне Гераклита или о воде Анаксимена, мы иногда употребляем такое словосочетание, что это досократическая натура философии. Я не думаю, что это справедливое именование. Дело в том, что это была определенная логика взаимоотношения с миром, которая совершенно меняется после господствующего атомизма. Я бы даже сказал, что стихия или по-латински элемент противостоит тому, что мы понимаем как атом. Весь вся логика развития европейского познания пошла по пути атомизма, то есть поиски атомарных истин. Стихия же представляет собой нечто иное. Стихия дает нам представление о целом единомоментно. Причем это целое имеет безграничный характер. То есть это способ работы и чувственности, и сознания с бесконечностью, без каких-либо посредников. Оно дано одномоментно, в опыте жизни. Это специфический способ избежания того, что Гегель называл дурной бесконечностью. Вот этот способ мышления стихиями и их своеобразную логику мы потеряли, потому что опейрон, когда мы переводим как беспредельное или бесконечное, то трудно даже понимать, что это такое. Мы понимаем это как некоторую абстракцию. Для греков это не была абстракция, это был именно факт опыта. Почему я считаю, что сегодня к понятию стихия стоит вернуться? Потому что в какой-то момент, когда индивидуализированное общество сменяется обществом массовым, мы сталкиваемся с миром, в котором проявляют себя новые силы, и для их описания атомарности, атомарной логики не хватает. Такой силой является, например, сама масса, революционная масса, или просто мир образов масс-медиа, мир современной политики, мир кинематографа, мир образов кинематографа. И в этом случае наш способ познания через отыскание единичностей оказывается всегда неудовлетворительным. Он опаздывает в связи с изменчивостью и силой того целого, с которым оно имеет дело. Вот ключевое слово может быть здесь целое. Как анализировать целое, которое дано тебе только как целое? В книге о кино Делес прямо называет это словом «лету» – «целое», когда говорит, например, о монтаже или о плане. Как мыслить монтаж? Не как способ разделения вещи на части, но как целое всего фильма. То есть у нас есть другие слова, к которым подходили к этой тематике, например, слово «структура». Но даже за словом «структура» все равно имелось понимание того, что структурировано нечто. Но именно стихия, как то нерасчленимая, дает нам возможность оперировать с этим иным способом. Каков этот способ и какая логика за ним следует? Эту логику приходится восстанавливать. И в частности, можно восстанавливать ее, и обращаясь к досократикам, смотреть, как они работали со стихиями. Но у них были огонь, земля, вода, воздух. У нас сегодня множество других вещей, и они перестали иметь функцию первоэлементы. Они обладают лишь бесконечностью, целостностью и динамикой. И прежде всего это связано, конечно, с массовым обществом. Массовое общество требует для своего понимания новой логики. Эту логику мы можем искать в разных местах. И в частности, место стихий мы находим уже в XIX веке, в веке революции, как известно, первых. Но не только. Если мы внимательно посмотрим на XIX век, век, в котором мир обретает демократию, не античную, а некую новую демократию, демократию капиталистическую, демократию совершенно иного мира, поэтому апелляции к античности, вот как у Ханны Арендт, например, мне кажется, не всегда точны. Потому что демократия после французской революции – это нечто особенное. Это материализованные идеи равенства, братства и свободы, того, что раньше было чистыми абстракциями, например, понятия свободы или понятия равенства. Сейчас они воплощены в жизни. И сейчас расслоение общества продолжает быть экономическим, но социальным оно так перестает быть. Все становятся в каком-то смысле равны. Равны как публика, созерцающая произведения в салонах, равны в своем участии в революции и в массовых войнах, которые приходят в конце XIX – начале XX века, прежде всего Первая мировая война. Все это создает совершенно иной мир, где перестает господствовать атомарность. И хотя Ленин еще может позволить себе сказать, электрон так же неисчерпаем, как и атом, но мы уже понимаем всю оксюморомность этого высказывания. Потому что атомарность работает с предельной исчерпаемостью, а с неисчерпаемым работает стихия массовых жертв, стихия революции с неисчерпаемостью опыта. И, конечно, стихию нельзя сводить к романтическому опыту возвышенного, потому что у Канта мы можем обнаружить этот мотив. Возвышенное все-таки связано с субъектом, с субъектом, который сталкивается с непреодолимым, с тем, что выше его способностей понимания или действия. стихия же дает нам возможность понять собственный опыт, как опыт без субъектности, опыт мира, данный нам в каждый момент времени. И этот опыт не субъективный, не индивидуальный, он дал через опосредование новых стихий, таких как революция, кинематограф или просто современная кулинария.